Ставим на паузу, чтобы Лилек уже борщик варит. Там кино смотрю, тут гудеть, тут кричать. В общем, со всех местов. Были у меня такие вот обрезочки сала, которые, знаете, я с солью-солью. Сейчас я его решила шкурочки это выварить. Пусть немножко будет пожирнее наш или супчик, или борщик, и бросила вот такой один кусочек свининки на косточке. Все, картошечка там. Сейчас мы посолим это дело и посмотрите, какая гора у меня, гора горища. Кастрюлька маленькая, но она шварится, это же зеленка. Сейчас еще вот эти вот столбурцы пообрезаю, как смогу. Ну и будет у нас, ого-го, яички я уже сварила. Два яйца. Сейчас мы их почистим, тоже порежем. Ну что еще добавить? Ну даже не знаю, сейчас подумаю. Ребята, хотите прикол? Одеваю перчатку, беру крапиву, беру нож, начинаю резать. Думаю, ну что ж у меня эту руку жалит. Это же крапива помытая, потому что в этой руке у меня нож, а крапиву держу какой рукой. Ой, баран, ты лек баран. Надо же было две перчатки одевать. Экономная я. Я думаю, что это полезно. Так вот, это наш щавель, тот весь, что мы собрали. Его мало. Вы знаете, крапива еще и осталась. Вот эта вот целая мисочка получилась. А со второй порции, я думаю, сейчас я посмотрю, что-то такое итальянское. Могут быть приготовлено, что-нибудь с крапивой. Ну сейчас посмотрю, щавель тоже не ахтит. Думала-думала, что еще добавить. Вы знаете, практически даже не пришлось солить. Вот эти вот обрезки сала, они были соленые, поэтому как бы соль уже по вкусу. Ничего, добавлю сейчас немножко перчика, замороженный укроп. И если не будет хватать кислоты, то выдавлю лимонный суп. Вот у нас еще лимончик, тот, который мы с дерева. Или же можем даже взять немножко, вот так вот сделать. Бросить целый кусочек лимона без этой горькой шкурочки. Прямо туда. Опс, картошка уже готова. Уже ей ничего не будет. Все, сейчас буквально на две минутки забрасываю ее нашу крапиву. Включаю огонь, чтобы она у нас не превратилась в сопли. Потому что если долго варить, зеленку она станет никакая. Ее просто надо отдать кипятком. Ну, добавим укропа. Потом сверху зарежем это все яйцами. Зарежем. Только там все пытается меня поправить, что я неправильно разговариваю. Ребята, я специально коверкаю язык. Это у меня мой стиль жизни. Артистка. Погорелого театру. Театр сгорел, а клумные остались, понимаете? Охо, если она нам будет в горло колоть, как вы думаете, не будет. Эта крапива нас не заколет. Сейчас она только цвет начнет менять. И мы ее практически тут же и выключим. Накроем крышечкой. Сейчас шкребу яйца. Ах, какое блаженство. Ах, какое блаженство. Знать, что ты совершенствовал. Знать, что ты ел. Ребята, такого вкусного супа я уже не ела. Ну, лет 150. На соль. На перчик. Ну, на все. Ой, окропива. Мать моя дорогая. Последнее прости. Над нами проплывает. Яичко я люблю. Я не люблю, когда в этот зеленый суп вбивают сырое яйцо и делают вот это вот. Помешивание мозгов ему. Ну, я люблю вот так вот. Все. Выключаю. Крышечкой накрываю. И от счастья... Сейчас, 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 сейчас. Укропчика еще добавляю. Вот так вот. Все. Все, 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 все. Это не запах, это что-то. Но я только доела свой красный бочек, поэтому это у меня вечерний, вечернее блаженство. Я, ну, я сцена, ребят. А что это значит? Ну, раз, два. Ну, почти базилик. Ну, конечно же. Ну, называется крапива. Ну, крапивной базилик. Я когда-то в Питере делала соус песто из красного базилика. Ну, да. Получился красный на цвет. Но был вкусный. А здесь у нас он еще будет и полезный. Поэтому у нас, вы же понимаете, что у нас крапива из лесу. Мы же не можем ее в сыром виде. Если базилик идет у нас в сыром виде, то тут мы ее, конечно же... Ну, так. Я думаю, минут 10 доведем до мягкости. И даже немножечко добавим сюда соли. Но не очень много. Будет достаточно. И что Лилек приготовила? Ну, конечно же, свой агрегат. Вот такой вот. Агрегат. Лилятый, Лиля. Агрегат. Давайте я вас подвину немножко. Вот так. И поставлю перед вами агрегат. Это не обязательно агрегат. У вас это может быть самый обычный миксер. Это просто я его хочу проверить. Как он у меня еще не скопытился. А то вдруг надо выбросить. А мы и не знаем. Значит, давайте сразу по существу. Вот моя крапивушка уже становится почти мягенькая. Быстренько готовим сыр. натертый. Пармезан, не пармезан. Какой у вас есть. Не важно. Пару зубчиков чеснока. Если кто-то любит очень чесночное, можно больше. В связи с нашим вирусом. Уже, ребята, я тут кашу села. Не дождавшись ужина, я сделала полдник с зеленым борщом. Вы не поверите. Я не могла себя оторвать от тарелки. У меня чуть-чуть мой фейс не упал полностью в тарелку. Я вам себя показывать не буду. Я пытаюсь втянуть это брюшко, но он уже не в тяге. И мои, 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 го, го. Это все. Это трындец. Ребята, нам надо срочно отказаться от покупки продуктов. Будем жить только то, что принесем из лесу. Сушить грибы и ягоды. Петь песни. Танцевать. Мне, когда приходят сообщения, у меня отключается видео. Так что вы уж извиняйте. Это у нас не монтаж. Это у нас просто так. Но еще чуток. Потому что я не стала обрезать грубые такие. Я вам сейчас покажу свой соус песто. Самый натуральный. Белёк, как порядочная сволочь, приготовилась к эпидемии. Видите, два кубика достаточно на тарелку пасты. Он такой домашний, немножко неровный. У меня базилик был не высшего пилотажа. Ну, какой был, такой и сделала. Бывает. продавали по низким ценам. Купила. Главное, что запаслась. Поэтому соус есть. Вот даже забыла предложить Луиджину. Если он хочет пасту альпесто, то он может прекрасно у меня его повзаимствовать. Так. Ну, в общем, берем мы, отцеживаем крапиву, но водичку не убираем. В общем, какие у нас еще ингредиенты, кроме нашей зелёнки. сейчас посмотрю, если стручки сильно жесткие, я их, конечно, уберу. Некоторые. Сурпалок нам не надо. Водичка получилась такая. Вы же знаете, что чай из крапивы очень полезный. Поэтому выливать его не надо в любом случае. Сейчас я вам его покажу. вдруг на дне остался какой-то песочек, мы его до дна не дочеркиваем. Видите? Вот такой вот цвет. Приятный цвет. Цвет чая. Сейчас. Пусть оно чуток остынет, и я переберу немножко вот эти вот вот эти вот цурпалки грубые. Они жестковатые. Здесь мы оставим листочки. А то, что жесткое, уже все, оно уже свое отработало. Но заранее выбрасывать не надо. Понимаете, что в стебле очень много полезностей, запах и прочее. Мы не такой уж и горячий. Можно его ручками пощипать. Ничего страшного. Еще один такой большой кусочек. Вот это вот выбрасываем. Значит, повторяемся. Чеснок, сыр типа пармезана, оливковое масло и, естественно, наша зеленка. Ну что, ребятушки, с Богом Парасю. Какие люди трапляются. Подождите. Еще пару хвостиков осталось. Мы же для себя делаем. Вы представляете такой песто-заменитель? Аризотто с ним какой-то. Это ж не в сказке сказать, никому не рассказать. Вы эти секреты никому не рассказываете. Готовьте дома и я с ним с удовольствием. Так, нам, чтобы оно хорошо крутилось-вертелось. Ну, если у вас хороший миксер, оно и так тут хорошо крутить. У меня тут места много. А травы много. Поэтому начинаю аккуратненько. Сейчас. технические неполадки. Закапризничала моя машинка. Непонятно, что с ней. Надо ее теперь разгрузить. Может, я ее сильно забила и она не хочет вращаться от этого. Сейчас проверим. Я на всякий случай приготовила еще одну машинку. Сейчас мы проверим. Все может быть. Нет. Не идет. Ну ладно. Легких путей не ищем. Включаем мотор, камера. Дубль номер два. Сейчас мы будем по чуть-чуть сюда добавлять. Хорошую машинку я тоже отнесла на работу. вы же знаете. Лилек как всегда в своем репертуаре. первый пошел. Думала я это поломалось. Нет. Это пока слабо работает. Ну-ка проверяем. Немножко больше масла добавляем. Все. висит. Висит. Сейчас мы все это освободим. Когда у вас чаша миксера достаточно таки большая, вот это все вместе с сыром прямо там пробиваете. За один вжит у меня так не получилось. Потому что я же говорю. свой инструмент он у меня всегда где-то но не дома. Вот такая ты Лиля. Вот такая я. Ну ничего, мы же можем и отдельно его смешать. Смотрите. Ой, запах чеснока это уже вообще супер. в общем, ребятушки, жидкости сюда добавлять не буду, так как крапива у меня была с жидкостью. Растительное масло сюда добавилось, и это у нас все замечательно. сыр у нас сейчас разотрется, потому что у меня с морозилки кое-где есть вкрапления. Вот, а вот алиуковое масло мы еще кастричку сюда добавим. И попробуем на соль. Если недостаточно соли, то тоже немножко добавим. Ну и докажите мне, что это вам не теста из базилика. то есть умники и умницы. я его попробую на вкус. Я знаю вкус песта. Но здесь же присутствует вкус чеснока. Поэтому здесь у нас ребята ну если у кого-то есть листочек базилика и вам очень нравится его запах, то вы можете сюда добавить. Но я вас уверяю, что такое песто. Вы будете кушать не только ложками. Ну что я потом делаю? Вот такую намазку и в морозильник. А потом кубики в кулечек, в тарелочку, да во что угодно. Представляете, у вас на огороде растет натуральный генуэзский песто. об этом даже не догадывались. А у меня он растет прямо в моем лесу. Вы думаете, его мало получилось? Да, но я бы не сказала. Боже, у меня работники целый день там что-то гудя скребут, режут. вот такой у нас карантин. Что-то мне пишет опять. В общем, полным-полна коробочка получилась. В следующий раз, когда нарвем мы крапивы, мы сделаем ризотто, ребята, честное слово. Мы сделаем самый настоящий ризотто из крапивы. Сейчас мы это все закутаем пищевой пленочкой. и холодильник. Морозильник вернее. А завтра утром уже можно эти кубики использовать. Не обязательно его в пасту использовать. Я думаю, что если вы готовите суп, это вам такие дурацкие идеи, наверное, скажете. Лилек, вернулась в военные годы. Да ничего подобного. Во-первых, это кладезь витаминов. Я эту водичку сейчас попью как как чайок. Почему бы и нет. Берем пленочку быстренько это дельцы закрываем. Морозилку закидаем и до завтра забываем. Все. Лучше всех. Точно. чайок и чайок наливаем и на этом у Вилька опять гора посуды. Как всегда, посуду мыть приходится мыть. Плиту кстати тоже. Вот такой получился у нас чай. Там уже осадок, остальное вылью. Так что ребятушки полезных вас бесплатных новых идей во время карантина. До следующего видео. Очень даже ничего.